Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский проект Экзегет, послание к евреям, 9 глава, читаем с небольшими комментариями. Ну вот, в послании к евреям темы, как мы уже не раз говорили, переплетаются как узор восточного ковра, и каждая глава, в общем-то, не уникальна по своему содержанию, но каждая глава раскрывает какую-то из этих тем более подробно, чем все остальные. 9 глава, она сложна для нашего понимания сегодня, потому что она описывает то, чего мы никогда не видели, и то, что мы считаем для себя абсолютно ненужным. Адресаты послания, очевидно, считали очень важным. Это Скиния. Скиния, как шатер, который служил для поклонения Богу во время странствования израильтян по пустыне, потом, собственно говоря, храм, который был построен в Иерусалиме, был своего рода каменной Скинией, но он уже был вторичен, а вот Скиния – это то первое самое место, где израильтяне встречали Бога, как они это сами понимали. Ну и что же это такое было? Это средоточие ветхозаветной религии, ветхозаветного культа, ветхозаветного закона, где происходит все самое главное. И вот автор послания к евреям, собственно, говорит своим адресатам, что это все прошло, что в христианстве появилось нечто гораздо более важное, и появилось оно в жертвоприношении Иисуса, который сам себя принес в жертву, и одновременно был первосвященником этой самой жертвы. Вот в девятой главе он сравнивает то, что сделал Иисус, причем не только в таком зримом земном мире, но и в каком-то мире мистическом, которого мы не видим, с тем, что было во времена Скинии и Моисеевой. Итак, Первый Завет обладал правилами богослужения и святилищем в этом мире. Ну, собственно, Скиния есть то самое. Скиния была устроена так. Во внешнем помещении светильника стол с хлебами предложения, оно называлось святым, а за внутренней завесой было помещение, называемое Святое Святых. В нем находился золотой жертвенник и ковчег Завета, со всех сторон покрытый золотом, а в нем золотой сосуд с манной, расцветший же Азлорона, искрежали Завета. Ну, опять-таки, нам сегодня это все надо объяснять с самого начала, потому что мы не то что не были в Скинии, мы не очень понимаем, зачем она была нужна, но, грубо говоря, эта самая Скиния, она выглядела как такой большой дом. Собственно, ничего особенного в этом святилище не было, кроме его огромных размеров и богатых украшений. А так, Скиния была устроена как обычный шатер кочевника, он состоит из двух частей, как вообще обычный дом состоит из двух частей. Вторая, задняя половина – это как бы спальня, да, то есть куда никого не пускают, и это такая вот частная комната бога. В ней находится, соответственно, ковчег Завета, который был своего рода таким троном, престолом, на котором символически, конечно, высадал Господь. А передняя первая часть – это что-то вроде гостиной, да, куда заходят, конечно, не каждый желающий, но первосвященник и другие священники. Там стол с хлебами, ну, как бы такая аналогия стола для трапезы повседневной. Ну, вот, соответственно, здесь это именно и описано. И, конечно же, этот самый ковчег Завета, он и был, собственно, главным объектом израильского религиозного культа, и все, что творилось в святилище, оно было так или иначе вокруг как раз этого самого ковчега Завета, и в нем, а что такое ковчег? Ну, это, в общем, ящик, богато украшенный ящик. В нем сосуд с манной же Золорона и скрижали Завета. Это манна, та пища, которую во время странствования в пустыне каким-то чудесным образом получали израильтяне. Жезл Аарона, когда стал вопрос о том, кто будет первосвященником, то, соответственно, принесли свои жезлы, те, кто хотел или считал, что может им быть. Но только у Аарона жезл расцвел, да, то есть это признак такого избранничества, признак того, что именно потомки Аарона будут первосвященниками в дальнейшем. Эта должность наследовалась. И скрижали Заветы, собственно, каменные таблицы, на которых написаны заповеди. Что это такое за набор странный? Это, в общем-то, и есть Завет, материальные свидетельства Завета. Как сегодня, допустим, договор какой-нибудь мы храним о чем-то для нас очень важном, свидетельство о браке, или, допустим, договор о покупке дома, где мы живем. Так и есть скрижали Заветы. Это договор, расцветший же золорона и сосуды с манны. Это подтверждение того, что этот договор действует, что действительно Господь производит в жизни Израиля какие-то определенные действия. Ну, а, соответственно, что делали с этим ковчегом Завета? Зачем он был нужен? Просто стоял не совсем. Об этом мы еще прочитаем дальше. Его верхнюю крышку, место умилостивления, осеняли Херувимы Славы. Впрочем, сейчас довольно говорить об этом. Херувимы – изображение неких крылатых существ. Все, что мы о них знаем, наверняка, что у них были крылья. Как они выглядели, никто себя сегодня однозначно не представляет. Вряд ли как золотые такие пупсики, которые сегодня изображаются в качестве Херувимов. Но, опять-таки, речь идет не об этом, а о том, что с ковчегом происходило. И вот об этом автор послания говорит довольно подробно. Все было устроено именно так. И во внешнее помещение постоянно входили священники, чтобы совершать служение. А во внутреннее – только первосвященник раз в году. Это называлось День Милостивления, или Йом-Кипур, по-древнееврейски до сих пор отмечается иудеями. Только первосвященник раз в году, притом с жертвенной кровью за нераспознанные грехи собственной и всего народа. Что значит нераспознанные грехи? Но если человек сознавал свой грех в Древнем Израиле, он приносил жертву за грех. Но понятно, что и тогда люди прекрасно понимали, что не все грехи они за собой знают. И поэтому День Милостивления этот самый Йом-Кипур был ровно для того, чтобы очиститься от грехов неизвестных. Такое годичное особое событие, когда приносилась жертва за грехи вообще все. И всех. И самого первосвященника, поскольку он тоже человек и грешен, и всего народа. И вот в этот момент как раз он окроплял этой самой жертвенной кровью. Жертва – это ведь зарезать животное и его кровь собрать в чашу. Потом можно сжечь это животное или его части, можно эту кровь пролить. Но самое главное, вот кровь – это как носитель жизни этого животного. И этой самой кровью кропилась крышка. И она называлась местом умилостивления ровно поэтому. Потому что вот умилостивлялись грехи. Давалось умилостивление, давалось прощение за совершенные грехи. Так Святой Дух показывал, что пока стоит первая скинье, доступ к святыне еще не открыт. Ну, то есть, смотрите, такая двуступенчатая система. Причем завеса эта разделялась. И, кстати, вот та самая завеса в храме, которая раздралась в момент распятия Христа – это завеса между первой и второй частями святилища. И во вторую только один человек и только раз в год входит. Ну, это показывает, что, в общем, это совершенно запретное пространство. Таков образ нынешнего времени, когда приносятся дары и жертвы, неспособные совершенно очистить совесть самих служителей. Вот, кстати, хороший признак того, что послание было написано до 70-го года, когда был разрушен Иерусалимский храм. И говорится, что они приносятся еще. То есть, вот происходит это в момент написания послания. А плотские предписания относительно пищи, питья и различных омовений сохраняются лишь до той поры, пока не установится должный порядок. Ну, вот автор показывает, что сам этот сложный ритуал показывает, что вот это еще не то, что должно было быть. Да, вот если есть эта система запретов, если есть вот какое-то разграничение по степени святости, то это все что-то такое очень временное, да? А где же постоянное? «Христос стал первосвященником, и благие плоды его служения в будущем. Он прошел через иную скиню, она больше и совершеннее, и сделана нечеловеческими руками, то есть принадлежит не к сотворенному миру». Вот здесь образ скинии, которая на небе. Дело в том, что в удаизме это представление было довольно давно. Вот когда Моисей получил повеление строить скинию, то было сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. То есть это понималось довольно буквально иудейскими толкователями, то есть ему была показана некая скиния вот в заоблачном, в небесном мире, и глядя на нее, он, собственно, понял, как надо строить земную скинию. И вот здесь приводится как раз именно этот образ. Я думаю, что это, конечно, образ, вряд ли там на небе есть некий огромный шатер священный. Вот что этот образ Христос прошел через эту скинию, да? То есть если у нас есть первое помещение, куда можно зайти священником каждый день, второе помещение, куда только одному раз в год, то как бы предполагается, что есть что-то дальше, пространство выхода куда-то в некий иной мир, куда вообще никто не заходит из нашего мира. А Христос зашел, и причем это сделал единожды. Нет, не с крови козлов и тельцов вошел он единожды во святыню, а со своей собственной кровью и приобрел для нас вечное спасение. То есть если что-то надо возобновлять каждый год, ну, допустим, есть документы, которые раз в год надо обновлять, то понятно, что эта справка, она действует только один год. А если у нас есть документ навсегда, то, соответственно, нам не нужно его возобновлять. А так и со спасением. Если нужно каждый год прощать грехи, то, значит, срок этого прощения не велик, года не превышает. Есть окропление крови козлов и быков, и пепел телицы. Пепел телицы – это из особого обряда, как раз сжигали телицу, принесенную в жертву, и ее пепел в обряде использовался определенным образом. И пепел телицы освещает тех, кто осквернился, чтобы тело их стало чистым. Насколько же боли очистит вашу совесть от дел смертных кровь Христова? Он принес в себя Богу, как безупречную жертву вечным духом, чтобы вам служить Богу живому. Ну, опять-таки, смысл понятен тут многократно и частично там, единожды и навсегда. Так он стал посредником в заключении Нового Завета. Ну, что такое Новый Завет для нас? Это сборник книг, а Завет – это договор. То есть был прежний, ветхий, старый Завет, который заключен был между Богом и израильским народом, а тут заключается новый между Богом и всем человечеством, которое пожелает войти в этот Завет. А Христос – посредник, поскольку Он одновременно и то, и другое. Его смерть искупила преступления тех, кто нарушил Завет прежний. И теперь те, кто откликнулся на призыв, получают вечность, как обещанное наследство. Ну, вот, основная идея в том, что это все абсолютно и навсегда. Что не частично, не временно, не какая-то земля обетованная надолго, но все-таки человек умирает в конце концов. А это навсегда, это вечность. Если есть Завет – завещание, то завещателю предстоит умереть, ведь завещание вступает в силу только после его смерти, а пока завещатель жив, никак не действует. Здесь игра слов. Греческое слово «диотека» обозначает одновременно и завет, как союз, или как сборник книг, то же самое, и завещание. Человек составляет завещание, как распорядиться его имуществом после его смерти. И, соответственно, нужно, чтобы кто-то умер. Без этого завещание в силу не вступает. Потому и прежний Завет был утвержден пролитием крови. Ну, естественно, крови жертвенных этих самых животных. Вообще, в древнем мире, как правило, любой договор скреплялся не печатью, подписью. Печати были, подписи особенно не использовались. Но жертвенной крови. То есть, вот, кровь животных – это то, что показывает серьезность намерений. Да, это, собственно, кровь – это жизнь, так понималось, издревле. Моисей, провозгласив все заповеди закона всему народу, взял кровь овнов и козлов, смершал ее с водой, и при помощи красной нити и ветви и сопа, ну, это такое крапила, да, и соп – это зонтичное растение, которым удобно крапить. При помощи красной нити и ветви и сопа окропила книгу Завета, то есть, текст этого договора. «И весь народ со словами «Вот кровь Завета, которую заповедовал вам Бог». Подобным образом он окропил кровью скини все богослужебные сосуды. Ведь по закону почти все освещается кровью, и без ее пролития не бывает отпущения грехов». Ну вот, почти все. Действительно, есть такое уточнение. Там в книге Левит, 5 главе, упоминается жертва, состоящая из муки за грех, но это исключение. Обычно все-таки, если кто-то согрешил, то нужно забить животное, да. В общем, это такой очень простой, примитивный способ сказать, что грех и смерть, они связаны. Пусть смерть не самого грешника, но смерть животного – заместительное такое жертвоприношение. И вот Христос приносит себя, а не животное, в жертву. Ну и дальше объяснение, как связано это небесное скиния, как образ и земная, которая действительно существовала. А в то время еще был, судя по всему, храм, как некая каменная скиния. На земле есть лишь подобие того, что на небе. Если земное должно быть освящено такими жертвами, то небесные жертвами куда более мощными. Христос вошел не в рукотворную святыню, она всего лишь прообраз истинный, но на само небо, чтобы предстоять пред Богом ходатаем за нас. Ему не нужно было приносить себя в жертву постоянно, как первосвященник, ежегодно входит в святилище с чужой кровью, а не то ему пришлось бы пострадать многократно от сотворения мира. Нет, он явился единожды и до скончания веков, чтобы своей жертвой уничтожить грех. Ну вот основная мысль как раз. Послание в том и состоит, что Христос – Сын и Его жертвоприношение, очищение грехов всех и навсегда. Как человеку предстоит единожды умереть, а затем Его ждет суд, так и Христос, единожды принесенный в жертву и понесший на Себе грехи множество людей, во второй раз явится не из-за греха, а ради тех, кто ждет Его себе во спасение. А зачем тогда второе предшествие? Можно спросить. Да, ведь все уже сделано. Вот, все с грехом покончено, но есть люди, которые ожидают Христа. И вот сейчас, собственно, вот это основная мысль не только этого послания, но, наверное, всех посланий Нового Завета, что время, в котором мы живем, это такое переходное время, когда все самое главное уже состоялось, но ничего еще не завершилось. Однажды, соответственно, завершится.